Президентом Российской Федерации подписан закон об особенностях вычисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществлении ежемесячных выплат в связи с рождением, усыновлением первого или второго ребенка, благодаря которому увеличиваются выплаты по больничным листам. Одной из социальных мер, поддерживающих граждан в этот непростой период, является увеличение выплат по больничным листам. Причем речь идет не о больничных листах, полученных в связи с коронавирусом, а о выписанных больничных листах по всем заболеваниям. Если у работников маленький стаж, то оплата больничного листа могла быть меньшим рот. Так, если трудовой стаж работника составил 8 и более лет, пособие рассчитывается в размере 100% заработка. От 5 до 8 лет пособие положено в размере 80% заработка. Менее 5 лет пособие составляет 60% заработка. Важно! Законом номер 104 ФСД увеличиваются выплаты по больничным листам. Выплаты по больничным листам должны быть не меньше минимального размера оплаты труда МРОД. В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации установили МРОД с 1 января 2020 года в размере 12 130 рублей. С 1 апреля по 31 декабря 2020 года расчет больничных листов осуществляется по новым правилам. Если пособие по временной нетрудоспособности числяется в соответствии с положением закона 255 ФСД в расчете за полный календарный месяц ниже минимального размера оплаты труда, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работнику в размере начисления исходя из минимального размера оплаты труда в расчете за полный календарный месяц. В районах и местностях, в которых установлен в порядке и применяется районный коэффициент к заработной плате МРОД, для исчисления пособия по временной нетрудоспособности определяется с учетом этих коэффициентных. То есть, в местностях, в районах коэффициент минимального размера пособий рассчитывается из ворот увеличенного на повышенный коэффициент. Например, в Хабаровском крае районные коэффициенты к заработной плате рабочих и служащих, работающих на территории Хабаровского края, установлены 20%. В этом случае минимальное дневное пособие в апреле 2020 года составит 485 рублей 2 копейки, в мае 2020 года 469 рублей 55 копеек. Важно! Начиная с 1 апреля 2020 года, за полный месяц нахождения на больничном листе, работник должен всегда получить не меньше федерального МРОД, независимо от стажа его и фактического заработка. Это означает, что за полный месяц болезни работника пособие составит не менее 12 130 рублей, независимо от стажа и фактического заработка. В том случае, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени, неполной рабочей недели, неполного рабочего дня, то размер больничного исчисленного исходя из МРОД определяется пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица. Как рассчитывается пособие с 1 апреля 2020 года? Пример. Предположим, работник Иванов Иван Иванович был на больничном листе 9 дней с 6 апреля 2020 года по 14 апреля 2020 года. У работника страховой стаж 3 года и 5 месяцев. Страховой стаж работника составляет 5 лет, а поэтому пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается, исходя из 60% от фактического заработка работника. Если в регионе не применяют районные коэффициенты, тогда пособие с фактического заработка составит 591,78 руб., где 80 000 рублей заработок работника за 2018-2019 годы. Теперь пособие с фактического заработка сравним с пособием, рассчитанным исходя из МРОД, с учетом трудового стажа работника. Пособие из МРОД за 9 дней составит 2153,49 руб., в этой ситуации больничное пособие назначено в большей сумме, то есть в размере 2153,49 руб. Алгоритм расчета пособий выглядит следующим образом. Рассчитывается по больничному листу с учетом заработка и стажа работника. Сравнивается с рассчитанным размером МРОД. Выплачивается большая часть из двух сумм. Отметим, что по старым правилам за полный месяц работник может получить меньший МРОД. Эти изменения актуальны для молодых работников с маленьким трудовым стажем и низким размером заработной платы. Новый порядок расчета больничных листов действует для пособий, выданных в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. И причины болезни не имеют значения. По-новому рассчитывается больничный по случаю травмы или ухода за ребенком. Некоторые послабления коснулись и получения выплат на первого и второго ребенка. Теперь родителям не нужно до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок, а также изучать региональные органы социальной защиты о смене жительства. Назначения выплат будут производиться автоматически. В нашем мире знать законы это выгодно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok